Вся красота в Бобруйске начинается именно с этих теплиц. А весна у цветоводов наступает еще в декабре. По флористическому райу на территории Гектара к высадке готовят почти полмиллиона рассады. Осталось лишь дождаться отмашки небесной канцелярии. Зима в этом году задержалась. По сезону запланирован широкий ассортимент цветочной рассады. Конечно, самой первой культурой весенних цветников это будут у нас анютины глазки, либо еще как их называют виола. Виола будет в этом году представлена в пяти расцветках. Всего на новое место жительства отправится 13 видов растений. Цветовая гамма от золотисто-желтого до васильково-голубого, бегония, вербена, сальвия, пеларгонии и, конечно, бархатцы. Последние особенно порадуют ароматом. Почва на клумбах уже подготовлена. У нас коллектив все делает с душой, с хорошим настроением, поэтому у нас получается всегда хорошее, красивое растение. Здесь же выращивают комнатные растения, цветы на срез, саженцы деревьев и кустарников. Все дары флоры идут на продажу. Горшочек с фикусом, картензией и драциной обойдется в 5 рублей. В два раза дешевле можно приобрести кактусы. Растения, которые кустарники, туи, можжевельники, люди тоже приходят с удовольствием у нас покупать, потому что у нас цены, посмотреть как с рынком, у нас намного дешевле. Бобруйск заиграет новыми красками уже в конце апреля. Обновятся центральные улицы, аллеи и въезды в город. Оформлением будут заниматься озеленители. Традиционно композиции приурочат ко Дню Победы. Помимо классических, бобручан ожидают и сюрпризы. Оценить работу озеленителей можно уже сейчас. На территории Бобруйской крепости появилась вот такая живая цифра – 77. Именно столько великой победы исполнится в мае. В год исторической памяти композиция обретает особый смысл. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.